Дорогие друзья, утро доброе, 12 часов у нас сейчас по московскому времени, 21 декабря, и обычно наши вебинары на портале Преандру мы начинаем часом позже, но у нас сегодня вебинар необычный, он у нас рождественский. В таком формате, по всей видимости, в последний раз в 2021 году мы встречаемся. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор Преандру. Буквально пару вступительных слов, обязательных практически для любого вебинара, чтобы понять, как мы сегодня будем работать. Итак, сегодня представители 10 стран не только поздравят нас с Новым Годом, но и подведут итоги на ключевых рынках зарубежной недвижимости. Поговорим о том, что интересно покупателям из России, Украины, Белоруссии, в общем, покупателям со всего мира. С каждым из экспертов будем говорить примерно 15 минут. Я понимаю, что у многих из вас есть интерес к каким-то конкретным странам, и, соответственно, мы будем переключаться с одной стороны на другую. Я сейчас примерный список назову, в каком порядке наши беседы будут проходить. Значит, сначала разговариваем с Людмилой Шабани из компании New Estate о Болгарии. Минут через 15 переключаемся на экспертов о Португалии. После половины первого переносимся в Таиланд. Ближе к часу, то есть где-то около 12.45, говорим о Турции. С 13 до 14 у нас идут Германия, Словения, Испания, Объединенные Арабские Эмираты. И завершаем наш вебинар с 14.00. Примерно плюс-минус будем говорить о Кипре и затем о Греции. Что хочу сказать. У нас традиционно работает чат. В чате можно задавать вопросы, но поскольку эксперты у нас из разных стран, может возникнуть ситуацию, когда вопрос задан, а эксперта в чате уже нет. Простите, в эфире уже нет. На все вопросы, что мы успеем ответить, мы будем отвечать в эфире. Если нет, эксперт будет отвечать после этого в чате. Поэтому огромный вопрос. Когда вы задаете какой-то вопрос, что-то спрашиваете, огромная просьба. Пишите, какая страна вас именно интересует, потому что, ну, возможно, некий винегрет, такая столянка сборная. Ну что ж, начинаем подводить итоги. Люда сняла шарфик, приготовилась, то есть как боксерские перчатки надела, а тут снимаем. Сказала, как новогодняя елка. Да, будешь сегодня. Людмила Шабанина, компания New Estate, наша эксперта по Болгарии. Людушка, ну вот так, смотря на 11,5 месяцев назад, хороший год, плохой? Год был очень успешным, просто очень сильным, динамичным. Продаж намного больше, чем в прошлом году у нас в этом году. Ну и вообще во всех смыслах. То есть не оправдались те прогнозы мрачные, да, о крахе рынка недвижимости в связи с пандемией. Ну и там, что будет спад цен, будет все замрет, заморозится. Нет, к сожалению, век радости. Там для кого к сожалению, для кого к радости. Все идет очень хорошо. Рынок на взлете, цены растут, как на курортную недвижимость, так и на недвижимость в крупных городах. София, Варна, Пловдик, Бургас. Предложения хорошие, по выгодным ценам, быстро исчерпываются. И для нашей компании это был очень успешный, один из самых успешных лет, вот за последние 15 лет существования нашей компании. Окей, я тогда включу нашу презентацию. И, соответственно, сразу некий вопрос, некий факт. Так, исходя из последних новостей, которые мы публикуем на Априане, по Болгарии одна из последних новостей звучала так, что уровень возвращается, уровень цен на солнечном берегу, а я говорю именно в первую очередь о побережье, потому что болгарское побережье является главным магнитом, по крайней мере, для русскоязычных покупателей. Уровень цен возвращается к 2015 году и цифры уже, ну, 600 евро плюс, да, что-то примерно такое. Как ты это прокомментируешь и насколько, ну, с твоей точки зрения, эта информация, ну, соответствует действительно сейчас? Абсолютно верно. То есть, если говорить о ценах в курортных районах, в основных курортах, которые популярны у всех на слуху, как солнечный берег, золотые пески и так далее, то цены вернулись действительно к уровню тех цен, которые были, вот, скажем, до 2014 года, там, 2012, 2013, 2014, когда недвижимость, допустим, студии стоили там свыше 20 тысяч евро, да, и сейчас в данный момент примерно та же самая ситуация. То есть, да, на сегодняшний день я могу прокомментировать, как, что, сколько стоит. Давай, да, это, вот это как раз очень интересно, потому что, знаешь, до сих пор есть такое, ну, ощущение, да иногда выскакивают предложения, там, студия, там, 10-15, однушка, 15-20, не скажу, что этих предложений много, но они периодически есть. Как, вот, если мы на базовом предложении? Предупредить потенциальных покупателей, что когда вы видите такие цены, 10-12 тысяч евро, то будьте готовы к каким-либо компромиссам, то есть в настоящее время уже хорошую студию по этой цене не купить. Сейчас студии, даже уже, покупатели уже платят за студии свыше 20 тысяч евро, что, в принципе, до недавнего времени было нереально. В основном студии продавались по 17-18, до 20 тысяч евро покупателей, да? Я просто хочу уточнить, когда ты говоришь, вот студия 17-18 и сейчас больше 20, какое это местоположение и какое качество самого объекта? То есть, означает ли это, что ты можешь приехать и, по-моему говоря, жить там прямо сразу? Очень много вариантов таких, что действительно в них можно жить, да, они полностью меблированы, это вторичное жилье, то есть они с полной меблировкой, оборудованием, площадь у них 35-40 квадратных метров, иногда даже 35-38 квадратных метров. И это совсем, то есть вот мы уже сейчас, покупатели платят за такие студии 22, 23, 24 тысячи евро. Последним летом были вот такие продажи. Если мы, скажем, поговорим об, допустим, однокомнатной квартире, ну, площадью там уже там 40-45 квадратов, солнечный берег, ну, допустим, вторая, третья линия, вот эти комплексы, которые строились там 8, 10, 12 лет назад. Однокомнатная, ты имеешь в виду студия или с одной спальней? Нет, с одной спальней еще. С одной спальней, да. С одной спальней сейчас уже апартаменты продаются в среднем между 28 и 32 тысячи евро. Это такая вот ходовая цена на такие объекты. Если до пандемии, например, цены на такие объекты были 24, 25, 26 тысяч евро, то сейчас уже они между 28 и 32. Ну, то есть, исходя из этой математики, то есть, ну, есть какие-то официальные цифры роста цен, но ты бы сказала, что за последние года два больше, чем на 10% рост все-таки есть. Даже, по сути, на 20. 20% на 15, точно, да. Кто является сейчас основным покупателем? Тенденция, которая зародилась пару лет назад, что болгары начали покупать недвижимость на своих курортах, сейчас она усилилась, и уже это совсем не какое-то такое случайное явление, а вполне устойчивая тенденция. Болгарские покупатели сейчас основные покупатели на недвижимости на родных курортах. 65-70% сделок происходит именно с болгарскими покупателями. Скажи, пожалуйста, вот этот интерес в какой степени связан с относительно хорошими возможностями по кредитованию для них, и что сейчас с кредитованием для иностранцев, но особенно иностранцев, там, в России, Украине, то есть не из Евросоюза? Кредитование по-прежнему очень выгодное, и банки щедро раздают кредиты, как это, вот мы в прошлом году об этом говорили, и эта тенденция сохраняется под 2,5-3% болгарам. Болгарам, да, болгарам. Болгарам, это важно. Болгарам, да, то есть болгарские банки выдают кредиты болгарским гражданам на покупку жилья не только в крупных городах, но и в курортных районах. Это, конечно, увеличивает интерес и покупательную возможность болгар приобретать недвижимость. Берут болгарские граждане кредиты и покупают такое жилье. Кроме того, второй момент, который тоже влияет на такой просто увеличенный спрос, повышенный спрос со стороны болгар, это то, что, значит, болгарское правительство, чтобы поддержать экономику, в экономику было влито большое количество денежной массы, и сейчас люди, конечно, немного опасаются инфляции и стараются это как-то себя предостеречь, и свои сбережения, потому что уже на такие долгосрочные вклады в банках хранить деньги в настоящий момент, это совсем не выгодно, и даже наоборот уже многие банки поговаривают о том, что будут вводить такси, а некоторые уже и вводят за сохранение денег, поэтому болгарские граждане, опасаясь вот этой инфляции и стараясь сберечь стоимость, ценность своих денег, вкладывают их, конечно, ну, один из вкладов – это недвижимость. Окей, мы, ну, несколько раз традиционно, отобщаясь с тобой и публикуя материалы о Болгарии, весьма, ну, если не скептически, то осторожно оцениваем инвестиционные перспективы в целом, мы сейчас говорим не о сохранении средств, а о возможности заработка на аренде, потому что, ну, вот я ни раз, ни два, наверное, за сегодняшний вебинар к этому простому тезису вернусь, цены выросли, там, скажем, на 15%, а вот выросли ли на такую, на такой же показатель арендные ставки, вот тут уже вопрос. Поэтому, что ты по этому вопросу скажешь, насколько сейчас тебе может показаться интересная инвестиционная составляющая болгарской курортной недвижимости? И, кстати, может быть, в чате мы сейчас как раз опубликуем последнюю нашу статью на этот счет, например, мы опубликовали, как раз там с Людмилой и другими экспертами из Болгарии мы говорили о Борезе. Последний сезон, последнее лето было также неожиданно высоким в плане туризма, то есть очень много болгарских граждан поехали на родные курорты отдыхать. И те отели, которые побоялись открыть, ну, открыться на летний сезон и решили еще подождать этот год, пока пандемия там немного отойдет, да, они потом уже в конце сезона сожалели, говорили, что мы допустили ошибку, не надо было, как бы, держать закрытым объект, потому что был высокий спрос на аренду. Но что касается иностранных инвесторов в болгарскую недвижимость, в курортных районах, тут самый сложный момент даже не то, что будет большой поток туристов, и это все будет хорошо, спрос будет на аренду жилья, но тут главное, чтобы все люди понимали, что им, кто хочет купить с целью инвестиций, что нужно им будет организовать именно эту сдачу в аренду. А это дело хлопотное и не такое простое, то есть это должна быть какая-то компания, фирма, человек, в конце концов, который будет заниматься этим сдачей в аренду, обслуживанием, то есть оперативной деятельностью, заселением, выселением, сменой белья, уборкой. Это очень хлопотно, когда недвижимость сдается посуточно. Подсчитывали ли вы, ну вот сейчас, хорошие результаты, потому что я знаю, что ваша компания занимается и в некоторых местах арендным жильем, каких результатов удалось достичь в течение этого года? Ну, арендным жильем, оперативной деятельностью мы уже в курортных районах не занимаемся. Не занимаетесь? Нет, нет, это мы занимались 2-3 года назад, но сейчас мы это приостановили. У нас просто есть рекламная платформа, где люди могут, арендодатели и арендаторы находить друг друга, но мы не занимаемся вот именно управлением, да, при сдаче посуточной в аренду, но мы занимаемся управлением недвижимости в Софии. Как занимались, так и занимаемся. У нас более 100 апартаментов от иностранцев, которыми мы управляем, но здесь речь идет о долгосрочной аренде на год, как минимум. Ну, то есть полгода, год длительная аренда. Пару слов, давай тогда буквально о Софии. Как меняется? Извини, пожалуйста, я вспомнила, что мы не озвучили по поводу выдачи кредитов иностранным гражданам. Я успела этот момент, и чуть-чуть, если можно вернусь назад, иностранным гражданам банки сейчас практически не выдают кредиты. То есть если человек, который хочет заявить, ну, подать заявку на получение финансирования, на покупку недвижимости, не может доказать, что у него с Болгарией действительно тесно связаны взаимоотношения, то есть он или учится здесь, или работает, у него есть адрес, есть вид на жительство, то банки сейчас не выдают такие кредиты иностранцам, не только из стран вне Евросоюза, но и даже европейским гражданам тоже. Окей, пару слов буквально по Софии. Как там обстоят дела? Потому что там год назад, два года назад именно София размахивала болгарским флагом наиболее активно, потому что там все было хорошо, и рост цен был, и динамика арендная была очень неплохая. София продолжает размахивать флагом. Флагом уже такая цена, как 1500 евро за квадрат, это совсем стандартная ходовая цена для нового строительства. Если даже год-полтора можно было приобрести жилье, я говорю в новом строительстве, в новых домах, по 1000 евро за квадрат, то сейчас уже 1500 – это совсем стандартная цена, и все больше новых объектов строится, больше строится комплексов уже в городах и рядом с городами, ну и в Софии тоже закрытого типа комплексы, то есть это вот или таунхаусы, или какие-то маленькие невысокие блоки, такие здания со своей парковой территорией, со всей инфраструктурой, и раскупаются эти объекты уже на, еще на проекте только, вот не то, что на зеленом, а еще даже яма не выкопана, фундамент не заложен, а уже распродаются квартиры в таких вот новых комплексах, и зданиях тоже, соответственно. Строительства очень-очень много, много новых зданий строится. Это тоже вызвано тем, что люди склонны приезжать, работать, жить в крупные города, то есть вот эта миграция в сторону крупных городов, она тоже продолжается, и, конечно, не достает жилья, не хватает, и тоже это очень успешно развивается, цены растут на недвижимость в Софии. Окей, давай сейчас перейдем, как я говорил, у нас по каждой стране у наших экспертов сегодня будет по одному объекту, который они хотят представить, мы назвали это «Рождественский сюрприз», но вот тот объект, который представила Люда и компания New Estate, ее контакты я прошу сейчас опубликовать в чате, потому что у нас буквально один, еще пару вопросов мы успеем осветить. Пожалуйста, пару слов буквально, вот характерный пример, как я понимаю, нынешних цен. По этому конкретному объекту? Ну да, например, вот что, вот ты его показала, 45 апартамент с одной спальней, то есть это получается все-таки даже чуть выше средней среды. Да, потому что это святой влас, это наша жемчужина, святой влас считается одним из таких культовых, престижных городов курортных, и почему я вот сделала акцент на этом апартаменте, потому что это апартамент в данный момент, он по адекватной цене, то есть эта цена сейчас соответствует рынку. Апартамент, в этом апартаменте совсем недавно сделан косметический ремонт, и апартамент в отличном состоянии, он полностью оборудован, полностью меблирован, находится в комплексе, опять же, одном из престижных, из серии комплексов Диневи Групп, Диневи Резорт и Этера, Этера 3, и то есть второй удобный, комфортный этаж, буквально 200 метров до пляжа, и тоже вся инфраструктура святого власа не так далеко, природное место, очень хорошее жилье. Окей, предпоследний вопрос от нашего зрителя, а все-таки, а почему вы прекратили заниматься сопровождением краткосрочной аренды, вроде это перспективное направление? Да, ну, мы все-таки решили, 4 года мы этим занимались, мы прошли все это очень так, с большим энтузиазмом, но мы пришли к выводу, что именно для нашей компании, потому что мы занимаемся продажей, мы предлагаем все услуги, связанные с недвижимостью в плане переуправления права собственности и так далее, мы пришли к выводу, что нет для нас финансового интереса в этой управленческой деятельности, то есть мы все-таки, каждый должен заниматься своим делом, управляющая компания, которая занимается только менеджментом апартаментов на посуточной аренде, вот, ну, у них это там все хорошо налаженная инфраструктура, они ресурсы, и они только этим занимаются, они не занимаются продажами, например. Мы отошли от этой деятельности, потому что для нас это было очень ресурсозатратно во всех смыслах и очень мало дохода, недоходоносно, то есть не было финансового интереса совершенно, а стресс был большой, не совсем оправданно, да, для нас мы отошли. Вот, интересно, такое показатель, понятно, что у кого-то может идти лучше, у кого-то может идти хуже, но все равно история довольно показательная, на мой взгляд. И, кстати, я могу заметить, что мы очень хорошо сотрудничаем с этими управляющими компаниями, то есть в плане, когда, например, тот владелец, который сдает с другой управляющей компанией свои апартаменты, но и в то же время хочет выставить их на продажу, то, соответственно, мы взаимодействуем с этими компаниями в плане доступа, проведения осмотров и так далее, и нет никаких проблем в этом плане. Хорошо. Ну и перед тем, как перенестись из Болгарии в Португалию, буквально последний вопрос, я тоже его буду задавать сегодня всем участникам, все-таки текущая ситуация, чтобы было понятно. Вот пару дней назад объявили о том, что из Петербурга будут летать прямые рейсы в Софию. Мы очень обрадовались этому. Как сейчас будут летать, как вообще сейчас прибывают в Болгарию, какие сейчас ограничения, связанные с новым типом вируса, и вообще, что у вас сейчас говорят по поводу возможных локдаунов на ближайшие пару-тройку месяцев? Про будущее лето не говори, нам даже не говори. Ну, ситуация постоянно изменяется в информационном пространстве, если честно, я лично уже не успеваю отслеживать. Так слежу совсем поверхностно. В целом остаются те же требования. То есть те страны, которые в красной зоне, то из этих стран сейчас въезд ограничен, а те, которые в оранжевой зоне или в зеленой, в зеленой очень мало таких стран, но вот в оранжевой зоне одна из них Россия и Украина. Украина тоже, да. Вот последняя, да, и по последнему, потому что постоянно выходят новые указы, и мы уже не успеваем отслеживать. Но, то есть нужен или вакцина, или сертификат зеленый, или ПЦР-тест, или то и другое иногда требует, но... Ну, то есть на самом деле важный, ключевой момент, что Болгария сейчас открыта в том смысле, что прилететь туда можно, например, из России, ну, или приехать, и запрета нет. Да, нужно выполнять некоторые условия. Да, 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 у нас даже вот совсем буквально, вот сегодня мы завершаем одну из сделок, россияне прилетели вчера из России, то есть все, как бы, да, все. И недавно тоже, вот пару дней назад, так что... Отлично. Ну, что ж, дорогие друзья, начали удачно. Люра, спасибо тебе огромное. С наступающим Новым Годом, всего самого теплого, светлого и радостного. Надеюсь, увидимся в следующем году уже очно. Спасибо большое всем. Здоровья не только физического, но и психического тоже. Живем в непростые времена. Желаю всем добра, больше, может быть, чувства юмора по возможности, насколько это возможно. Ну, и пусть следующий год будет для всех более счастливым и удачным, удачливым, чем вот этот был. Спасибо огромное. Людмила Шабанина, компания NewSport. Олег Рылян, как я называл бы тебя, человек-вебинар, человек, с которым мы провели... Мы с тобой провели много, очень много мероприятий в этом году, и тому было вполне понятное объяснение. Португалия в тренде в этом году была. И Олег, компания Amber Star Real Estate, Португалия. Олег, вот такой я слайд приготовил по Португалии, он даже не столько про цифру, а сколько вот про тенденцию. Это данные... По данным за ноябрь, россияне почти догнали бразильцев, которые, ну понятно, у которых португальцами корни-то, в общем, потеснее, чем у граждан России. Понятно, много американцев берут золотые визы, много, ну, традиционно китайцев. Давай несколько слов об этом. Можно ли сказать, что вот вся история связана с золотыми визами, сейчас это главный тренд в Португалии? Ну, во-первых, всем доброе утро, добрый день, смотря кто где находится. Это, конечно, правда, что Португалия в этом году была в тренде. И то, что россияне рвутся в тройку лидеров, здесь есть два главных объяснения. Ну, самое главное, это, конечно, благодаря Amber Star, очень много россиян сюда привезли в этом году и заняли такую очень важную часть рынка. А второе, ну, прям, скажем, более объективная причина состоит в том, что у бразильцев все-таки есть возможность получить легальные документы в Португалии не только и не столько по золотой визе. Бразильцев здесь, конечно же, в разы, в десятки раз больше, чем россиян, именно потому, что им не обязательно идти по программе «Золотая виза». Для бразильцев есть специальная программа, то есть нужно показать, что есть какие-то корни, но сложнее найти бразильца без корней в Португалии, чем с корнями. Поэтому, ну, это все объяснимо. Но что касается «Золотой виз», да, россияне действительно в этом году очень сильно активизировались. И не только россияне, тут можно, в общем-то, обобщить и сказать, что все русскоязычные страны, назовем так, да, то есть страны, где говорят на русском, или страны бывшего СССР, они все активизировались. В особенности это, конечно, в первую очередь Россия, но еще и Украина, и Беларусь, и Казахстан. А если говорить, то есть вообще об этом, об этом в 2021 году, ну, он для нашей компании, он стал совершенно значимым. Я не хочу никого шокировать цифрами, но придется. Шокировать. Это наш 13-й год на рынке. 13-й, да, все знают значение этого числа, оно для нас стало счастливым, потому что за 13-й год на рынке мы продали больше недвижимости, чем за все 12 предыдущих вместе взятых. Что вы делали в предыдущие 12 лет? Ерундой какой-то мая. Искали прианн, наверное, и другие возможности выйти на международный рынок. Скажи, пожалуйста, вот, наверное, это будет основной темой наших разговоров. Мы, сразу хочу сказать, несколько недель назад делали отдельный вебинар с Олегом, и чуть более подробно касались темы эмиграции. Я сейчас попрошу ссылочку на этот вебинар наш с Олегом скинуть. Там много информации есть именно по истории, связанной с золотой визой. Но смотри, с 1 января меняются правила получения. Несколько слов об этом. Вот можно ли успеть по старым правилам? Что, собственно, изменится? Буквально попробуем в 3-4 минуты уложить базовую эту историю. И вообще, стоит ли людям спешить? Или можно сейчас просто спокойно действовать дальше? Вы знаете, на данный момент, сегодня 21 декабря, и я бы все-таки советовал спокойно думать о будущем. Если у кого-то есть заинтересованность, скажем, получить ВНЖ Португалии, золотую визу, в этом году успеть, ну, это должно очень сильно повезти, и должны совпасть очень много факторов. То есть, даже если сегодня человек мне позвонит, ну, во-первых, нужно делать португальский налоговый номер, который делается в течение нескольких дней, но у нас до конца года осталось 10 дней, так вот у нас были случаи, когда налоговый номер делался больше 10 дней. Или потому что, скажем так, не к тому человеку попал процесс, или потому что был какой-то сбой в системе, поэтому сейчас это достаточно рискованно. Ну, рискованно в том плане, что можно не успеть, но мы, конечно же, следим постоянно за ситуацией, в любом, в каждом процессе, и если мы видим, что мы не успеваем, то и с инвестицией тоже не торопимся. То есть, инвестицию, если человек позвонит сегодня и захочет инвестировать сегодня, я скажу нет. Давайте сначала посмотрим, все ли у вас в порядке, и инвестицию делаем только тогда, когда мы точно уверены, что 31 декабря, как максимум, мы можем подать онлайн вашу заявку. Что касается следующего года, ну, самое большое изменение, это, конечно же, то, что жилая недвижимость уйдет из программы «Золотая виза» в Лиссабоне, в порту, в прибрежных городах, в прибрежных зонах. Меня часто спрашивают, ты что, уже виллу на берегу океана купить нельзя будет? Что, можно? Нельзя с ней подаваться на «Золотую визу». Другой совершенно, да. Но купить можно. Вот из программы уходит. Как бы ты видел, какие сейчас объекты, ну, собственно, что ты видел, ты просто с этим работаешь, как ты видишь даже, какие объекты сейчас станут наиболее интересными по «Золотой визе»? Вот в момент этого перехода, когда, как ты сказал, все, жилая недвижимость в Порту, Лиссабон, который интересовалась значительная доля, ушла в сторону. Ну, есть три направления, по которым, не то что я думаю, я просто уверен, что именно эти три направления займут ведущую роль для инвестиций в Португалии под программу «Золотая виза». В первую очередь, это апартаменты, то, что мы называем «сервис апартмент», туристический апартамент. Они могут быть не туристические, они могут быть студенческие. Неважно, собственно говоря, один и тот же апартамент можно сдавать, что на долгосрочную аренду, что студентам, что туристам. Это уже как-то для себя решит. Но они ничем не отличаются от квартир, кроме лицензии. Квартира, то есть жилая недвижимость, имеет лицензию на жилую недвижимость, а апартаменты имеют лицензию на предоставление услуг, если правильно перевести. И я думаю, что такие апартаменты, они не то что будут, они уже пользуются спросом. Даже вот три клиента из последних, которые с нами связались, они решили именно инвестировать в апартаменты, чтобы, скажем так, не спешить, успеть до 31-го. Мы в этом году из всей недвижимости, которую продали под золотую визу, плюс-минус 40% это уже была неживая недвижимость. Ты продолжишь про второй и третий пункт, просто чтобы я сразу понимал, далеко от этой темы не отходили. Эта лицензия, она покупается вместе с объектом, или ты потом ее как-то получаешь? Когда строится объект, зависит от застройщика, то есть он утвердил проект в муниципалитете на жилую недвижимость или на нежилую недвижимость. Сейчас мы ведем переговоры с некоторыми застройщиками, с которыми у нас очень хорошее отношение и чью недвижимость мы очень активно продавали в этом году даже жилую. И там остались буквально несколько юнитов. Мы ведем с ними переговоры насчет того, чтобы поменять жилую лицензию на нежилую. В некоторых местах это возможно, в некоторых нет. Отчего зависит? Если это такое место, где в этом районе уже большой микс наблюдается между жилой и нежилой, то это, скорее всего, будет возможно. А если это такой район, где там вокруг да около одна жилая недвижимость, то это, скорее всего, будет невозможно. То есть в каждый случай нужно рассматривать отдельно. Я правильно понимаю, что это процесс, который компания или застройщик делает через официальный муниципалитет? Муниципалитет. Да, сейчас мы собрали несколько объектов, наш будут эксклюзивные объекты. Мы собрали несколько объектов с недвижимостью, нежилой, то есть с апартаментами. И у нас как минимум на несколько месяцев в следующем году есть достаточно продукта, из которого даже можно пофыркать, повыбирать и выбрать то, что каждому нравится. Но это одно лишь направление. Да, вот ты сказал про второе и третье. Другие два. Второе направление – это фонды. Я думаю, что фонды, они как бы и до сих пор пользовались определенным успехом. И мы изучили очень хорошо этот рынок в течение года. Мы работаем с несколькими фондами, но я, положа руку на сердце, скажу, что мы выбрали самый лучший для того, чтобы сконцентрированно работать именно с ними. Почему? Это фонд Стивена. И я даже могу сказать, что у меня иногда вот клиенты спрашивают, которые несколько клиентов, которые инвестировали уже в этот фонд. Как только мы присылали им какую-то презентацию, они сразу же звонили клиенту, очень начитанные. Для них фонд – это не пустой звук. И первый вопрос – а почему его нет на официальной странице CMVM, то есть организация, которая контролирует деятельность фонда? Ответ оказался очень простой. они совершенно отличаются от всех остальных фондов. Мне вообще инвестиция в португальский фонд, созданный под золотую визу, ну, не привлекает, скажу честно. Там есть определенный срок жизни фонда – 6-8 лет. Они не могут из-за этого инвестировать примерно на пятый год жизни фонда, они не могут инвестировать в новый объект и должны сконцентрироваться только на том, чтобы продавать старый. Соответственно, это мешает росту фонда, росту капитализации фонда. В фонде Стивена этого правила нет. И под этот фонд CMVM сейчас создает отдельную страницу в интернете для фондов с их характеристиками. Но этот фонд на этой странице будет единственным. Прекрасно. А сейчас буквально пару слов про сумму инвестиций? Какие там? Ну, сумму инвестиций до конца года 350. Ну, вот сейчас буквально до конца года мы закрываем трех клиентов. И с 1 января это будет 500 тысяч. Ну, у нас уже на 500 тысяч есть да, три клиента вот на январь, которые уже, скажем так, успокоились, решили, что мы 500, так 500. В любом случае доходность тогда будет с 500, а не с 350. Поэтому это, в общем-то, никого не пугает. И третий, ты сказал, третий есть какой-то способ инвестиций под золотую визу, который сейчас будет в тренде. Я даже вспомнил четвертый. Давай третий. Третий это инвестиция в стрит-ретейл, то есть то, что в России называют одним словом магазины, но это могут быть магазины, это могут быть кафе, рестораны и прочее. С уже определенной доходностью. Да, мы даже вот в прошлом году продавали такую недвижимость. Как пример, мы продали за 350 тысяч коммерческое помещение, которое дано в аренду на 10 лет, да, с постоянно растущей арендой, которая достигает на пятый год, если не ошибаюсь, достигает около 6%. Да, то есть человек купил, он никогда там не был, покупка была произведена дистанционно, но там работает компания уже много лет, продлили контракт на 10 лет, и мы сразу же эту недвижимость продали. У него гарантированная аренда на 10 лет вперед. Даже если через 5 лет инвестор захочет продавать эту недвижимость, ее будет гораздо легче продать, потому что 5, а тем более 6% у нас считается уже хорошей доходностью, не у нас, а в Европе вообще считается. Вот, и продать такую недвижимость с такой доходностью, в общем-то, будет несложно. Другой пример, мы сейчас открываем, как ты знаешь, я уже говорил тебе, офис в Лиссабоне и на юге Португалии, и офис в Лиссабоне, который мы будем снимать по контракту на аренду 5 плюс 5, мы будем снимать за 5 тысяч евро, мы будем его продавать за миллион 200 тысяч, то есть он подходит под золотую визу 350 тысяч, что касается нежилой недвижимости, здесь условия не меняются, можно за 350 в Лиссабоне сделать инвестицию и получить золотую визу, но это помещение подходит, собственно говоря, даже под 3 золотые визы, если каждый вложил по 400, это чуть больше, чем 350, и каждый может сделать золотую визу, причем доходность будет 5% в год. Окей. Скучно слышно, я просто сейчас один момент показать, вот несколько слов, пожалуйста, о том объекте. Давай я сначала закончу. А, у тебя четвертый, правильно, ты сказал, что это четвертый вариант, давай четвертый. Давай я закончу, смотри. Так, сейчас, секундочку, у меня тут на компьютере что-то не то выскочило, все. Значит, четвертый – это отельные проекты, они были популярны в этом году, они останутся популярны в следующем году, без сомнения, даже сегодня. Ты покупаешь номер, ты покупаешь номер в отеле, или два номера, или долю в отельном проекте, у каждого все по-разному. У меня даже сегодня вот запланирован обед с управляющим самой крупной компанией в этой отрасли в Португалии, мы обсудим планы на следующий год, обсудим, как обстоят там процессы некоторых клиентов, вот. И это направление останется абсолютно популярным, и я думаю, что мы в этом году, ну, наверное, вот из 30 миллионов, где-то миллионов, даже не знаю, 8-9, это были отельные проекты. Значит, еще разочек, что вы просто, ну, может быть, не все успели к началу нашего с тобой диалога, значит, если ты покупаешь номер в отеле, это может быть, что в Лиссабоне, что в Порту, то есть здесь ограничений нет, потому что это считается не жилая, а коммерческая дирижимость, но у нее, ну, или должна быть лицензия, или, ну, насколько рискованно покупать без такой лицензии, с обещаниями, что будет потом лицензия? Нет, ну, смотрите, мы выставляем на продажу только те проекты, где, только те объекты, где проект уже утвержден, муниципалинетом, то есть он уже утверждет, и мы заранее знаем, что оно будет чем-то, отель, или коммерческая недвижимость, там, стрит-витейл, или это будут апартаменты, мы очень тщательно подходим к этому вопросу с проверкой документов, сотрудничаем с адвокатской конторой, которая проверяет абсолютно все, вот, поэтому в этом плане нет никаких сомнений. Ну, давай все-таки вернемся тогда вот к этому объекту, что это такое, что за пример, несколько слов об этом. Это один из наших, можно сказать, любимых объектов, потому что этот застройщик, кстати, застройщик француз, да, у него есть португалец управляющий, который здесь управляет на месте, но в основном хозяин живет во Франции. У них есть два объекта, которые мы имели на продаже, не строятся, они еще вначале, вот этот объект уже закончен, и они еще в центре города строят другой объект, и еще сейчас новые варианты. Значит, здесь мы продали больше 50% недвижимости, хотя они работают где-то там 20 или 25 агентствами по недвижимости, мы продали больше 50% только наша компания. И, соответственно, когда вот поступило предложение от Приян сделать, подготовить какой-то такой новогодний сюрприз, я сразу же ему позвонил и говорю, ну, что ты можешь мне предложить? Он говорит, слушай, ну, там как бы все продается, нам зачем? Я говорю, ну, как зачем? Ну, есть же Абдерстар, есть же ваш любимый партнер, давайте сделаем такую скидочку. Он подумал, подумал, и вот две квартиры, у него там осталось-то всего три квартиры, но две квартиры из трех, которые каждая по отдельности если сожить, они стоят 390 тысяч евро. Он сказал, если до конца года бронируют, я говорю, 350 сделаю. Ну, таким вот обранным, кстати, чтобы понятно было, насколько это серьезная скидка, мы в этом году вот из 30 миллионов недвижимости, которые мы продали, то есть на 30 миллионов, у нас было буквально где-то два объекта, где собственник пошел на скидку. Вообще, мы говорим про скидки там 5-10 тысяч, а тут сразу 40. Но он действительно с уважением относится к нашей работе, постоянно нас хвалит, рекомендует нашу работу, от него уже поступило несколько лидов, именно чтобы работать с недвижимостью его каких-то знакомых. Поэтому пошел нам на встречу и вот эти вот 10 дней до 1 января есть такая скидка. Я сразу хотел бы тогда попросить опубликовать контакты Олега в чате, потому что если кого-то интересует это или какие-то другие предложения по Португалии, милости просим. Ну и тогда в завершающий еще вопрос. Вчера, когда мы просто налаживали связь, пытались там проверить что ли с интернетом, меня просто изумил твой ответ. Я спросил тебя, как у вас там омикрон, какие новости, какие ограничения. Ты сказал, что это такое, о чем вообще речь. В двух словах о том, как сейчас приезжают в Португалию, как люди работают и так далее. Что вы ждете по локдаунам и так далее. Что говорят? Ну приезд в Португалию по туристическим целям из-за предела Евросоюза закрыт уже давно, но клиенты приезжают, мы им делаем специальные приглашения, главное, чтобы была Шенген-Виза какая-нибудь. Мы делаем приглашение, клиенты приезжают. Сейчас, вот 1 декабря, даже если есть зеленый сертификат, для въезда в Португалию нужно предоставить хотя бы антиген-тест, сделанный за последние 48 часов. Мы участвовали в выставке по недвижимости, в конференции по недвижимости в Карлах 8-9 декабря. Даже мы, то есть я, гражданин Португалии, все абсолютно должны предоставить антиген-тест, когда приезжают на территорию Португалии. Но с 2-го 9-го у нас, ну не скажу, что локдаун, да, но будет обязательно вводят, значит, работу на дому, когда это возможно, да, то есть мои сотрудники все будут работать из дома, тоже с 2-го по 9-го января. Ну, а все остальное пока слухи, да, что закроют, что не закроют границы, пока еще точно ничего не ясно. Мы вообще-то собрались в Доминиканскую республику, потому что какие-то проблемы небольшие со связью, прошу прощения, надеюсь, что меня хорошо слышно, но, Олег, здесь ты еще с нами, не здесь. Да, 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 я здесь. Просто какой-то небольшой сбой, но ничего, окей. Да, я вижу, здесь появляется разница, что с интернетом что-то не то. Ничего страшного. Не, но главное, на основные вопросы ответили. Ну что ж, дорогие друзья, Олег Краэлян, контакты его здесь. Я вижу здесь вопрос в чате, можно я быстренько на него отвечу? пожалуйста, про повышение спроса на туристические апартаменты. Да, ответ да. Причем однозначно, однозначно, потому что если уходит жилая недвижимость, а соискателей золотых виз меньше как-то не становится, и становится каждый раз все больше, то да, несомненно, будет спрос, а спрос, как вы сами понимаете, порождает определенное увеличение цен на этот тип недвижимости. Не думаю, что намного, но на процентов 10-15 это может повредить. 10-15 тоже вполне прилично. Ну что ж, дорогие друзья, Олег Краэлян, компания Амберстар, отпускаем тебя обедать с крутым управляющим. У нас еще до обеда еще далеко, 3 часа разницы. Хорошо, мы тогда отпускаем тебя туда и в Доминикану. С Новым годом, дорогой. 3 часа разница, даже далеко. С Новым годом и до скорых встреч уже, наверное, в 2022 году. Краэлян, Чичан, Краэлян, привет, рад тебя видеть. Мы переносимся в Таиланд. Привет, привет. Компания Редотик Проперти, да, слышно, все замечательно. Привет, привет. Ну что ж, давай сразу тогда с места в карьер, потому что Таиланд, пожалуй, из всех стран, которые сегодня будут представлены, тут последний месяц-полтора они наиболее бурные. Причина, в общем, понятна. В большинстве стран сезон-то закончился, а в Таиланде он, по сути, сейчас только начинается. И я вот такую сейчас прошифрую немножечко, о чем хотел сказать. В этом году данные, учитывая начало года, прогноз, что продажи жилья в Таиланде упадут на треть, а в следующем году, то есть в 2022 они удвоятся. Как бы ты мог прокомментировать и вообще, что сейчас происходит в Таиланде, какой у вас сейчас был год? Слушай, Филипп, ну, такой, как бы, знаете, я очень часто не время для прогнозов, да, если ты хочешь, как говорится, ну, если ты хочешь, как говорится, чтобы тебя не посчитали дураком, не делай прогнозов, потому что непонятно, что будет дальше. Ну, например, вот возьмем эпоху пандемии, да, когда были закрыты все границы. Вроде бы все, да, для агентства недвижимости, для застройщиков крах. Ну, все, нет туристов. А мы напродавали больше, чем за год до этого. В 2021-м. Парадокс. Да, мы запродавали за год до этого, когда были границы открыты, у нас еще туристическая компания большая, еще туристов было много, и вот, а в онлайне мы напродавали намного больше. То есть, что это значит? Это значит, что спрос, он, как бы, не живет, да, вот, вместе с туристами, потому что сейчас время покупать не туристов, сейчас время покупать инвесторов. И, а инвесторы, они вкладывают свой капитал, им даже не надо никуда приезжать. Он вкладывает человека, получает свой доход на свою карточку, там, в своем банке, там, в России, предположим, да, или где-то там на Кипре, и все, и замечательно живет. То есть, здесь, ну, здесь нужно еще какой-то момент понять, что, что с чего должны упасть продажи, от чего. От того, что людям, может быть, не нужна недвижимость, нет, наоборот, она им сейчас нужна, как никогда, потому что сейчас появились новые поведенческие паттерны у клиентов, которые мы начинаем отслеживать, потому что у нас, в принципе, да, никто особо не покупал для жизни, но это маленький процент, процентов, может быть, там, 10, да, из общей массы. А 90% покупал так или иначе для инвестиций, да, либо там собственным отдыхом, без собственного отдыха, да, чисто для инвестиций. Ну, это так, вот, все. Сейчас мы смотрим и видим, что 60% людей уже ищут для себя недвижимость. И основывается это на чем? Потому что у нас, в принципе, достаточно хорошо, изолировано мы так прошли ковид, у нас, я говорю, просто не было проблем. Ну, только там нельзя было несколько месяцев на море ходить, ну, и маску надо одевать, когда идешь там в торговый центр. Все. И в целом, да, люди, конечно бы, кто сидел дома, в квартире своей, они, естественно, хотят иметь какой-то островок, да, какое-то свое местечко на райском, ну, на райском острове, куда, если что, он раз вместе, там, или семью отправит, или вместе с семьей приедет, и, пожалуйста, будет безопасности. Потому что Таиланд, ну, особенно Пхукет, это очень безопасное место в первую очередь. Так что... Скажи, пожалуйста, но это все-таки, вот этот год, ты помнишь цены, которые были год назад, которые были сейчас? Ты помнишь, опасения, они все равно были, да, чтобы границы закроют. Может быть, слава богу, у вас в компании получилось так, что вы онлайн много сделок сделали. Но, например, ну, была информация, что некоторые, не самые крупные, но все равно некоторые застройщики в Таиланде вообще разорились. Как бы ты активизовал этот рынок? Вот что было в этот год? По ценам, по спросу фактическому, не только у вас в компании, а в целом? У нас, так скажем, растущий рынок, то есть тут можно много заработать, но тут и достаточно рисков. Поэтому здесь нужно, ну, как бы, просто это, просто это как данность, да, тут даже ковид, не ковид, а все равно, ну, люди, многие люди могут взяться за стройку и не завершить ее. просто немногие, но такие кейсы у нас есть, к сожалению. Что я могу сказать по этому поводу? Ну, изначально нужно всегда смотреть, что ты покупаешь. Ну, к сожалению, иногда бывает обман, да, какой-то обман. но мы все проверяем с юристом, никаких эмоциональных продаж у нас нету. Сейчас мы в основном продаем то, что уже, ну, на последних стадиях готовности, хотя бы каркас, чтобы был готов. И здесь очень важный момент. Почему? Потому что даже если, даже если все нормально, то выросли цены очень сильно. И вот как раз там, что касается бетона, что касается железа, как раз вот этот каркас, он стал намного дороже. И если каркас уже готов, был оплачен по старым ценам, все, ну, все нормально, значит, мы дойдем. А если не было, то получается, что застройщику нужно что, либо поднимать цены, а он этого не хочет, да, потому что он тогда выпадает из рынка, ну, либо лишаться маржи, что он тоже не хочет. Поэтому будем смотреть, как будет вести себя офф-план, но пока мы продаем его только либо построенные, либо почти построенные комплексы. Скажи, пожалуйста, а вот вообще за последний год, вот именно не с момента начала пандемии, а с того момента, когда уже стало понятно, что эта история не на год. Насколько много новых проектов появилось? И вообще сейчас появляются новые? И что это такое? Кто их строит? Какие условия изначально финансовые? Честно сказать, не так уж и много чего-то появилось. Ну, понятно, что сейчас начинать строить, когда все границы закрыты, и планета не знает, что будет дальше. Ну, естественно, как-то рисковато слишком. Но есть проекты, которые уже почти завершены, и у них очень интересные сейчас есть предложения. То есть, ну, действительно интересные. Ну, вот буквально, вот я сейчас веду сделку, и человек покупает квартиру за 90 с чем-то тысяч долларов с видом на море. Причем, ну, такой частичный вид, но вид прям вот выходишь и видишь море. И это, ну, у нас раньше такого не было. То есть, вид на море, это где-то сразу там за сотку глубоко. За 100 тысяч долларов, я имею в виду. Вот. Поэтому сейчас есть интересные варианты. Их не очень много, но как раз вот сейчас время заходить. Да, вот. Но заходить, опять же, что-то уже почти построенное и так далее. Конечно, там снижать цены. Ну, нового, в новой, как я уже сказал, даже если есть новые проекты, ну, в них немножко, ну, опасно заходить просто из-за того, что пока они не построены. Да, будем смотреть, что будет дальше. Рынок, кстати, я хочу сказать, что рынок восстанавливается. Много туристов едет, и так получилось, что вот наша компания, экзотика Voyage, да, она одна, практически одна выжила как туристический оператор, и сейчас большая доля туристов едет как раз через нашу компанию. Ну, так получилось. Вот. И мы, поэтому мы имеем хорошие, правильные данные. Данные, я скажу вам, что туристов едет все больше и больше. Люди хотят ехать, и там какие-то такие ограничения, типа оформления Тайпас, которые, в принципе, делаются в интернете, да, ну, никого не пугает. Вдруг слова, раз уж мы о туризме заговорили, как вообще сейчас приехать в Таиланд? Какие есть ограничения, какие есть правила базовые? Можешь несколько слов о том сказать? Базовые правила простые. Тебе нужно обязательно, ну, тебе нужно быть вакцинирован. Если ты не вакцинирован, ты тоже можешь прилететь, но тебе придется две недели сидеть в комнате в изоляции в специальном отеле. Если ты вакцинирован, ну, спутник тоже проходит, без проблем, он одобрен. Если ты вакцинирован, ты можешь прилететь, если ты прилетаешь из России, ты заезжаешь, ну, оформляешь тоже себе там Тайпас, страховку прилетаешь в отель тебе в отеле сразу делают ну еще по прилету может быть даже я точно не знаю в отеле может даже в аэропорту тебе берут тебя берут анализы пока в течение суток он будет готов ты сидишь в номере после этого все ты можешь ходить куда хочешь пупку тету делать что хочешь ну только надо будет ночью ночевать в своем отеле вот ну через семь дней все ты можешь уже ехать куда хочешь жить где хочешь разницы никакой нет если же человек прилетает не из красной зоны да не из стран где я там красная зона то все еще проще он прилетает сдает тест и все ему он уже живет и и ходит куда хочет в целом правило достаточно простые ничего не ограничивает человек приехать но мы для наших клиентов например сами на себя берем да вот эти оформления там тайпасов и так далее то есть ну у нас просто есть еще сервис определенный для клиентов пожизненный да вот где мы для них эти вопросы как раз решаем абсолютно бесплатно я кстати попросил бы сейчас в чате опубликовать материал мы в начале этого года с экспертными компаниями эти пропортики делали статью посвященную инвестиции то есть это уже хотя скажем так ковидных времен и вопрос кстати задали они переполнены рынок сейчас однотипными объектами и нет ли риска потерять в цене как бы сейчас основной риск для инвестора если мы говорим об инвесторе это купить не то или вы знаете риск такой есть всегда да потому что когда ну что-то начинает кто-то делать и у него появляется спроса рядом люди начинают лупить то же самое и здесь как раз нужно ну грубо говоря нужен хороший брокер то или человек который понимает в инвестициях чтобы он мог определить понятие выбрать из всего ну вот то что вот будет хорошо приносить деньги и самое важное хорошо продастся до расти в цене потому что у недвижимости два драйвера получения дохода и капитализация забывать нельзя ни в коем случае в целом да у нас до к вида выходила по 2000 студий на на рынок конечно двушки были более интересным такая тенденция что студии они конечно очень хорошо сдаются быстро сдаются и в целом никаких проблем заполняемостью студии нет а вот продаются лучше всего двушки потому что двушки но их мало на рынке но много людей там из азиатов приезжает пенсионеров которые хотят жить наши там удаленчики хотят купить для себя жить да вот то есть они намного ликвиднее получаются на вторичном рынке ну что же мы делаем да мы делаем и наша задача взять и максимум и там и там да но это я вам такой лайфхак скажу который в принципе можете использовать их без нас мы покупаем две студии рядом главное чтобы там можно было делать connection до делаем между ними connection door и это сдается да то есть это сдается либо вместе как большой апартамента либо это сдается по очереди если нет закрывается дверь и это также работает двушку так не сдашь да по комнатно а продаем мы это как большую двуспальную квартиру под перепланировку да у нас это недорого стоит перепланировка и все ему получается берем максимум и здесь и там вот такой вам лайфхак поэтому нет вы знаете все все зависит всегда от того что ты покупаешь вот нужно просто понимать что ты покупаешь поэтому однотипного да это вот с 2000 студий но они все разные вот я говорю есть 90 с видом на море ну понятное дело что таких нету этом будет всегда ликвидно вот а есть какие-то там однотипные да то есть ну тут надо смотреть окей и давай тогда посмотрим объект рождества да 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 квартиру президент цена комич несколько слов об этом проекте предложения о каких ценах идет речь что это вообще такое это проект достаточно уже известного крупного застройщика который работает в таиланде и у него много уж построенных объектов по моему 4 или 5 сейчас они еще виллу очень строят хорошие и плюсом еще является у них очень хорошая управляющая раз работает с ним очень хорошая управляющая компания которая действительно вот показывает серьезный результат например в одном из комплексов за год до к вида они показали в первый же год работы они показали больше 8 процентов в среда вот в среднем до больше 8 процентов дохода это уже чистый доход с первого года это достаточно хорошо ну там нету гарантированного дохода в этом комплексе поэтому там фактически из фактического 8 процентов с первого года это замечательно а этот комплекс находится в на пляже корона такой достаточно популярный наверно 2 по популярности после потомга район но он в отличие от потомга немного выше в ценовой категории там как бы сказать публика немножко уже другая до более уже взрослые люди более платежеспособны и этот комплекс он не очень большой он буквально там чуть не меньше 100 квартир и точно сейчас уже не помню но и из-за своей компактности и но богатой инфраструктуры он будет всегда занят он будет всегда забит корон вообще всегда забит такие комплексы небольшие но современные с хорошей инфраструктурой они будут постоянно забиты за что за предлагает застройщик застройщик предлагает на первые три года 10 процентов годовых гарантирован гарантирован независимости от чего вот ты получил первый год 10 процентов второй год 10 процентов третий год 10 процентов дальше человек нужно вернув 30 процентов он может выбирать да то есть вот либо там жить самостоятельно либо он дальше продолжает работать застройщиком по программе rental пул да когда комп комплекс делится но какая любой отель на определенные стандарты ну например там одинаковая метража с видом там на сад это один одна цена один будет такой там не за с выходом бассейну там третий пул до 2 пол потому что ну вот так вот все поделена и вот этот пол сдается в течение года далее он и обсчитывается 60 процентов делится между собственниками 40 процентов забирает себе отельный оператор ну в целом вот в такой ну в такой системе при хорошей загрузке это будет примерно там где-то те же самые 11 процентов от 9 до 12 процентов среднем вот так вот поэтому а чем хороший этот проект тем что он доступна он недорого стоит там порядка на старт по моему 90 тысяч долларов что-то с этим связано может чуть-чуть дороже но действительно на сегодняшний день 10 процентов гарантийно дохода мало кто дает но если и дают то на самом деле тут смотришь что там мы покупать не надо да потому что потом с этим ничего не сделаешь а здесь все таки это один из самых популярных пляжей районов которые постоянно забит до корот так что предложение вот это очень хороший там всего-то осталось немного там всего 19 там 18 квартир осталось ну что дорогие друзья я попрошу опубликовать контакты карен и его компании как я понимаю можно обращаться и по вопросам связано с приобретением недвижимости ну и экзотик вояж по поводу приезда в таиланд всю необходимую информацию до приезжайте звоните пишите мы с удовольствием проконсультируем да и мы уже давно на рынке поэтому мы с любовью всегда относимся ко всем людям которые хотят инвестировать и не знают как всего-всего доброго удачи спасибо огромное когда массиво